Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Творческая Мастерская и с вами Полина Бахова. Сегодня мы будем делать необычный подсвечник. Для этого нам понадобится баночка обычная, можно какой-нибудь специфической формы. Затем нужны будут ракушки, потому что наш подсвечник будет в необычном морском стиле, так как на дворе лето и разгар отпусков, ракушек и подобного материала наверняка у всех с отпусков набралось немало. Затем нужна веревка джутовая, можно взять хлопковую веревку любого вида, то есть из натуральных материалов смотрится всегда интересно. И нам понадобится зерна кофе, можно взять песочек декоративный, это тоже подойдет. Для начала нашу баночку мы должны красиво оплести с помощью наших веревочек. Делаем основу, отрезаем по горловине джутовую нить необходимой длины с запасом на узелок. Теперь отрезаем дополнительные веревочки, складываем их вдвое, ну примерно вот такая длина, смотря какая у нас баночка, какой величины. И закрепляем на нашей веревке основе с помощью узлов. Сколько веревочек мы сейчас с вами в ходе работы выясним, потому что их может быть любое количество. Так, две, три. Затягиваем узелочки плотно. Четыре. И распределяем их равномерно по длине веревочки. Так, у нас получается уже пять. Так, ну можно сделать еще. Сейчас мы примерим, как у нас получается. Так, так, в принципе можно сделать еще одну веревочку, чтобы переплетения были погуще. Так, веревочки мы закрепили. Теперь завязываем их вокруг горлышка нашей баночки. Потом ненужное мы уберем. Так, можно даже у нас банка такая специфическая, горлышко не заужено, как у всех баночек. Поэтому можно потом прихватить клеем, потому что она может спрыгивать. Итак, веревочку мы закрепили и теперь оплетаем нашу баночку с помощью обычных узлов. Для этого дополнительные веревки мы между собой в шахматном порядке завязываем обычными узлами. То есть берем с одного узелка веревочку и веревочку с соседнего узелка. И делаем между ними, между этими веревочками. Закрепляем узелок. Итак, все веревочки мы провязываем. Итак, один ряд узелков в шахматном порядке мы закончили. Теперь нужно провязать точно такие же узелки рядочком ниже. Для этого берем опять две соседние веревочки и переплетаем их между собой. У меня джут довольно плотный. Он бывает разный, джутовая нить. Наверное, потоньше смотрелся бы мягче. Но из этого тоже получается очень необычно. Сейчас мы посмотрим, требуется ли провязать третий ряд, или мы можем уже просто закрепить наши веревочки внизу. Таким образом, с помощью техники макраме и плетения узлов мы украшаем обычную баночку. Таким образом, пока включаем клей-пистолет, чтобы он нагрелся, потому что в скором времени он нам понадобится. Так. И натягиваем наши веревочки. И возле... Вот так вот их к донышку равномерно распределяем, натягиваем и закрепляем с помощью такой же еще одной веревки. Крепко завязываем. Все. Так. И можно сделать прямо несколько намоток. Ведь смотреться тоже так очень необычно. Так. И закрепляем. Так. Проверяем, что у нас получилось. Вот так. Нитки ненужные отрезаем. Кончики у нас могут остаться, потому что наш подсвечник будет подвесной. Он будет... Его можно будет куда-нибудь повесить. Оформим горлышко. У баночки оно, как правило, резное, поэтому мы можем его либо обмотать снова веревкой, либо можем наклеить, украсить ракушечкой. Камнями. Можно также украсить его кофейными зернами, какими-то еще необычными элементами. У нас есть ракушечки. Я выбрала поменьше. С помощью клея-пистолета мы их будем прикреплять к нашему горлышку. Клей расплавился. И пробуем. Можно вот такие вот необычные. Приклеивать прямо можно к самой баночке либо к веревочкам. Здесь уже мы подключаем фантазию и делаем так, как нам хочется. Украшаем наш подсвечник. Вот такая необычная. Можно с одной стороны сгруппировать все украшения, можно распределить их равномерно по баночке. Теперь нам необходимо наполнить баночку либо декоративным песком, либо можно кофейными зернами, можно даже рисом. Будет смотреться тоже очень необычно и красиво. Так, заполняем ее дно. То есть можно даже до половины не досыпать, а просто наполнить дно. И теперь внутрь можно поставить свечку. Это может быть либо обычная какая-то большая свеча. Я выбрала небольшую, вот такую вот, которая держится на плаву, и мы поставим ее в нашу баночку. Сюда же можно добавить ракушки, можно добавить какие-то необычные камушки. Можно, если баночка большая или емкость стеклянная большая, можно даже сделать целые композиции с маленькими корабликами, лодочками или еще какими-то морскими элементами. Поставим сюда камушки. На кофейных зернах очень красиво смотрятся белые ракушки и камни. Так, и еще мы забыли, вот у нас осталась веревочка как раз для того, чтобы сделать петлю, потому что наша свеча в морском стиле будет подвесная. Закрепляем веревочку с двух сторон. Если веревочки побольше было бы, можно было бы лучше обмотать горлышко в несколько раз, чтобы было понадежнее, и сделать петельку. Но у нас пока только такой вариант, поэтому делаем из того, что есть. Можно ее закрепить узелочками. Убираем ненужные. Можно сделать еще петлю сверху. Почти все готово. И остается самый главный виновник торжества. Хочется его зажечь и посмотреть, как будет смотреться наша необычная конструкция, украшение, подвесная свеча. Нужно аккуратненько ее поставить, чтобы она ровно постояла у нас. Сейчас она разгорится. Если выключить свет, мне кажется, будет смотреться очень красиво, необычно. У нас получилась вот такая необычная свеча. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся на ОТВ в творческом мастерской. С вами была Полина Бахова. Кnię hedika. С вами была Полина Бахова. Угу. osseев-ус. Угу. onne реаги.